приветствую друзья сегодня мы рассмотрим мой мотоцикл который недавно приобрел минс x250 вот я пытаюсь сравнить его с предыдущим моим конем это x200 вот и посмотрим что же изменилось по сравнению с предыдущей моделью вот ну во первых внешний вид вот он такой сейчас я думаю кто видел предыдущий то скажет особенно спереди что он вообще больше похож на кого-то рейсера ниже чем на минск вот такой вот внешний вид более подробно сейчас дальше посмотрим значит что изменилось то изменилось так ну во первых начнем с ручек защитных не правда пластиковые стоят и особо от падения не спасут но от ветра и от всяких веточек в лесу они должны спасать хорошо вот но при падении боюсь это все сломается и придется ставить нормальные вот зеркала менялись немного здесь стали круглые ну мне кажется они более более крепкие хотя по-хорошему надо с китая заказать те которые будут складываться те чтобы в лес заехал сложил и начал гонять на нем вот изначально уже появился юсби штатный который можно вставить либо навигатор либо телефон заряжать то есть очень удобно но что в прошлом мне приходилось заказывать и самому самостоятельно ставить вот здесь у нас переключатели габариты дальний свет это поворотники гудок вот двигаемся дальше этой стороны у нас с этой стороны у нас он заводится так дальше у нас видно вот электронное табло здесь у нас идут обороты здесь их написано максимум 14000 я очень сильно сомневаюсь км в час передача какая включена сейчас вот время настаивается пробег общий и еще здесь пробег то есть здесь можно сбросить и смотреть сколько ты проехал вот этой кнопкой мы можем изменять подсветку с футу крана здесь она голубая и зеленая также здесь еще есть у нас два таких экранчика маленьких здесь показываются поворотники нейтралка если топливо заканчивается это начинает моргать я проверил где-то наверно куда литр 3 остается она начинает моргать вот потому что я уже отправлялся и обрезала всего около 7 литров хотя здесь ваку идея только десяточка вот ну электронное табло по сравнению с x200 изменилось там была обычная ключ здесь удобнее уже стал составляться потому что x200 приходилось как-то искорячиться между рулем между этой панелью приходилось его как-то там пытаться ставить лючок бензобака сейчас на замке кто не сольет сейчас у вас топливо также отсутствует этот клапан на воздух куда-то они его перенесли нет трубки которая постоянно болтается мешает вот так дальше дальше мы переходим к поворотникам они у нас сейчас светодиодные вот ну в общем они хорошо светят ярко не сказать про головной свет хотя я еще не вечером не катался но надо бы наверное поменять лампочку на какую-нибудь телогеновую вот далее что мы видим изменилась вилка перевертыш сейчас здесь x200 была обычно стандартная стоят вот эти вот защиты дальше если может быть вам вот видно вот пластик на солнце блестит не знаю видно вам не видно но перламутра вот такой получается прикольный прикольный эффект вот был черный еще когда я выбирал но черный на фотке матовый красивый но приезжаешь а там пластик какой-то китайский китайский цвет ни хрена не матовый какой-то непонятный не матовый не густящий вот протектор протектор вот такой вот дорожный скорее чем он уже на песке заносит не вообще просто ужасно в катку проекта надо будет все менять вот этот вот протектор дальше что мы идем и видим дальше поменялось у нас защиту поставили вставили защиту двигателя который уже немножко испачкал вставили защиту двигателя вот эти вот направляющие воздуха чтобы охлаждалось далее двигатель здесь уже какой-то наверное другой немного стоит естественно другой здесь же 225 кубов что я туплю это вот у нас лапка тормоз эти у нас под ноги которые вот также косячок заметил в вот этих вот подножках стандартно идет резинка как на вот этих вот прокладка когда ты проедешь по какой-нибудь глине она сюда набивается ну точнее на твои обувь и сюда попадает так сколько становится что мне пришлось их нахрен убрать дабы себя не покалечить вот здесь горловина для залива масла находится который мне надо будет поменять на 300 км вот наше окошко масла так что тут еще рассказывать ну здесь все остальное вроде похоже было амортизатор наш гидравлический задний вот здесь наш этот задний тормоз прикрыт так изменился глушак который сейчас полностью глушит весь звук едешь как на мопеде особенно на обкатке расскажу про обкатку расскажу про обкатку попозже сейчас еще расскажу про задняя резина примерно одинаковая в общем колеса получились я сравнивал с x200 они немного потолще вот здесь 400 4.60 на 18 в x200 была 4 4.15 что-то в этом вроде потому что визуально кажется больше и передняя тоже кажется больше и на самом деле она так и есть где здесь размер я здесь размер 3 здесь размер 3.0 на 21 1 а в x200 а в x200 было 2 7 в общем колеса кажется больше что еще вот с этой стороны двигатель стартер сам двигатель вот еще совершенствование лапка наконец то лапка складывается когда упадете хоть эта лапка уже не будет гнуться и не придется вам из леса непонятно как ехать Подножка Подножка стала Немного шире Не так он проваливается в землю Вот Цепь Звезда Звезда здесь стоит немного больше Насколько я понимаю По сравнению с Х200 Потому что передачное число 2875 Уже здесь стоит Здесь скорее всего получается На передней звезда на 16 А здесь на 46 Если я не ошибаюсь Но Все равно нужно будет ее заменить После обкатки Дабы он был более бодрый На более низких Оборотах Вот и резину И перед и зад поменять надо будет Для тормозной жидкости Бачок, краник наш Вот Здесь у нас прячется Ни хрена, наверное, не будет видно Может и будет видно Так, где у нас прячется Вот он Вот здесь Вот Прячется этот наш подсос Который у меня на X200 был На руле слева Сейчас мне не очень удобно Сейчас мне не очень удобно На самом деле Так Вот ручки Задние теперь такие Как крылья Подсветка номера Подсветка номера вот такая Задний стопак тоже Другой Так Ну Вроде по всему Этому рассказал Глушитель Все глушит Надо будет Как-то его тоже Поменять Наверное Неинтересно ехать Совсем Тихо-тихо Также заметил Что когда ты в мотоботах Едешь Стоя То Вот эта вот Резиновая фигня Когда трется твой бот Назад Отодвигается И начинает Трещать То есть Стартер начинает работать Нечаянно Когда ты задеваешь Когда сидишь Нормально Вот надо будет Что-то с этим делать Косячок такой Любую Вообще убрать Пока что Не знаю В общем Расскажу сейчас Про Про обкатку Вроде Про все остальное Рассказал И как он едет Насчет обкатки В мануле Написано Что Обкатка происходит Два этапа До двух тысяч Километров Первый этап До тысячи Километров И второй С тысячи Значит Насчет обкатки Рассказываю В мануле Написано Что Два этапа Обкатки До тысячи Километров И до Двух тысяч Километров Во все это время Не рекомендуется Превышать скорость Пятьдесят километров Вот Хотя мне Слабо Представляется Как накатать Две тысячи Километров И не превышать Эту скорость Ну Как на мопеде Едешь Вообще Неинтересно Вот И Первая Замена Масла На Трехста Километрах Производится Также На мануле Написано Что Здесь Требуют Заменять Масляный Фильтр Вместе Замены Маслом Но я Еще Не нашел Где он Находится То ли они Имею ввиду Ту сеточку Которая В x200 Была Эту Менять Но Но Я не знаю В общем Буду звонить Еще Когда подойдет Срок На сервис И спрашивать У них Более подробно Вот Что по Пкатке И затем Поменяли мы Масло На 300 Километрах И затем Через 3000 Километров У нас Будет Обслуживание В мануле Именно так И написано Меняется Масло Масляный Фильтр Регулировка Клапанов И через 3000 Еще раз Вот То есть В принципе В принципе Очень хороший Промежуток Не нужно Каждую тысячу Там лазить И менять Но Как эндуро Если его используют Конечно Нужно будет Почаще Менять Но Все равно Я на прошлом Мотоцикле Менял Каждую тысячу На x200 Вот И Ну как-то так Вроде Я все вам рассказал Если какие-то вопросы Возникают То Пишите В комментарии Я буду отвечать Я так полагаю Это будет первый обзор На ютубе На x250 Потому что Я искал Вообще Нихрена нету Текстовых обзоров Тоже Походу Только один Нашел От Абвэбай Вот Что еще Купил я его За 1300 Либо 24 2440 Белорусских рублей В общем В общем Как-то так Сейчас Они появились Уже на Мотовело Беларусь В Минске Я покупал Вообще Сейчас вам покажу Какой звук Как он заводится Так Здесь Включили Такой стандартный звук Совершенно Не прямоток Поэтому Едешь Как на мопеде Очень интересно Хочется Какого-то Мощи Хочется Мощи Абвэбэбэбэбээбэээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Продолжение следует...